О депутатах городского парламента говорили сегодня о ценах на землю. В земельный кодекс с 1 марта внесены поправки. Сегодня городские правила землепользования привели в соответствие с федеральными. Елизавета Халикова с подробностями. За сколько продавать земельные участки в Кирове? На сегодняшнем заседании городской думы эта тема стала одной из самых обсуждаемых. Вопросы посыпались сразу после того, как начальник департамента муниципальной собственности отчиталась. Земля, на которой стоят здания, теперь может быть продана их собственникам всего за 30% от кадастровой стоимости. Просто на уточнение, пункт 3.2.30%. А чем руководствовались? Почему 30%, почему не 40%, почему не 50%? По аналогии с федеральным постановлением и с постановлением правительства Кировской области. Думаю, мы могли больше принять решение? Пополнить бюджет больше могли? По сути, могли. В итоге депутаты согласились с главой администрации Александром Перескоковым, который предложил пока утвердить 30%, но как нижнюю планку. И если будет получаться продавать земли собственникам за большую цену, в закон будут внесены изменения. За 30%, против 1%, воздержалось нет. Решение принято. Принятые сегодня поправки также позволяют продавать городские участки всего за 10% от кадастровой стоимости. Но при условии, что на этой земле покупатель будет строить гараж или садить картофель. Если же землю планируют купить некоммерческая организация, то заплатить ей придется и того меньше. Всего 1,5% от оценочной стоимости. При этом в числе поправок некоторые депутаты видят положительные моменты. Вот, например, такие ситуации, когда, знаете, мы под разными предлогами, например, как в парке Победы выводится земля и приватизируется вот этот закон, как бы закрывает эту лазейку, потому что это проблема общая во всех крупных городах России. Очень много, как бы, злоупотреблений в этом плане. Земля выводится под красивым предлогом, потом она застраивается или там становится частной, что нарушает, в общем-то, нормальное функционирование экономической городской администрации. Между тем, некоторые народные избранники уверены, внесенные на федеральном уровне изменения в земельный кодекс могли принести прибыль в городской бюджет. Но из-за того, что были утверждены слишком низкие проценты, больших доходов ждать не приходится. Елизавета Халикова, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича.